Из Рушана Рафикова и Владимира Ткачева могли бы получиться неплохие актеры. За улыбками скрывают всю тяжесть тренировок. У Андрея Скобелки не просто даже тем, кто занимался до старта сбора. Как все тот же Ткачев, в июне тренировавшийся в Казани. Все равно тяжело, потому что объем здесь в любом случае больше. И выкладываешься ты здесь по полной программе. Летом немножко упор на другие моменты, более технические. Поэтому что-то помогло, но в чем-то так же тяжело осталось. Первую задачу штаб Андрея Скобелки начал решать на старте сбора. Хоккеиста привели в нормальное физическое состояние. Помогла работа в зале, а также на улице. В помощь большое искусственное поле. За физику теперь отвечает Кирилл Легчаков, до этого работавший в Барысе. Сборы по понятным причинам идут за закрытыми дверями, как во времена Скобелки игрока. Но сравнивать ту историю с нынешней некорректно. Там закрывали, скажем так, помимо твоей воли. И, конечно, ты хотел в свободное плавание куда-то всегда вырваться. Здесь это такая необходимость. Потому что, еще раз говорю, все мы и ребята понимают, что это такая ситуация во всем мире. То есть это неизбежно. Если ты хочешь подготовиться хорошо к сезону, то нужно, скажем, чем-то пожертвовать. Из легионеров пока только лучшие друзья Антон Ландер и Магнус Паяр Весвенсон. Их соотечественник Андре Петерсон, а также Атеохтама и Эдди Паскуале до Ярославля добрались сегодня. Поддерживали форму самостоятельно. Другие новички с требованиями Скобелки уже познакомились. В том числе и Алексей Марченко. Для него есть только одно место по итогам сезона. Другой результат будет неудовлетворительным. В паре с Алексеем Марченко и Иваном Ковалев Денис Баранцев катался вместе с Рушаном Рафиковым. А шведы вместе с Егором Авериным. Возможно, в таких сочетаниях «Локомотив» выйдет на первый матч межсезонья. На турнире в Сочи команда Андрея Скобелки сыграет с петербургским СКА. Этот матч пройдет 4 августа. Дмитрий Жанюк совместно с пресс-службой хоккейного клуба «Локомотив». День в событиях.